Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлой передаче мы начали отвечать на ваши вопросы. И сегодня мы продолжаем это делать с нашим православным экспертом, священником, настоятелем храма святого мученика Трифона с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, Борисович. Здравствуйте. В прошлую передачу мы с вами закончили, ну, такой заявленной темой о вообще, в принципе, кардинальном отличии христианства от любых других мировых религий. И поэтому, чтобы даже не затягивать, мы сразу перейдем к этому вопросу. Вопрос, который действительно злободневный, вопрос, который задается достаточно часто, и даже к нам этот вопрос пришел в несколько разных формах. Вот первый вопрос от, прошу прощения, если я ошибусь в ударении, Лобышовой Дарьи или Лобышевой Дарьи из города Самары. Вопрос звучит так. Я считаю, что все религии говорят об одном и том же. Все верующие молятся единому Богу. Почему православная церковь настаивает на своем право славе? То есть, что именно мы славим Бога правильно. Ну, и здесь же примерно тот же самый вопрос, который, как бы, да, с этим, этому вторит. Вот, для чего именно мне быть христианином, спрашивает Саврухина Елена из Тольятти. Почему именно христианином надо быть, чтобы... Лаврухиной Елене? Саврухиной Елене. Вот она спрашивает, почему мне надо быть христианкой? Вот, для чего? Кто-то ее заставляет? Ну, вот, как бы, мы же говорим, что вне церкви не спастись. Вот. А почему именно христианкой надо быть? И вот, ну, все религии говорят об одном и том же. Давайте вот дадим свой некий комментарий. Даже вот можно расширить этот вопрос и задать его так. Все ли религии говорят и молятся одному и тому же Богу? И в чем же все-таки христианство кардинально отличается? Ну, то, что Бог один, мы же спорить не будем. И я думаю, вряд ли кто-то из людей считает, что в исламе какой-то свой Бог, в православных какой-то свой Бог. Бог творец вселенной и создатель мира. Он, конечно же, один. И вот очень мне нравится слово православие, потому что по-гречески оно звучит ортодоксия. И, в принципе, орто — это правильно, право, а докса — это можно перевести как правомыслие. Было бы мысль, какая-то идея. И я думаю, что это как бы первое значение в греческом языке. А уж докса — слава, это уже... И вот, как бы, эллинский мир, он воспринимает все-таки правомыслие. То есть как и вселенские соборы собирались по поводу того. А как же мыслить, как понимать то, что принес Христос? А на русскую землю это легло как православие, на славянские времена. И это очень отличает, наверное, наш образ мысли от образ мысли других народов. Вот прославлять Бога по-разному можно. Конечно же, он один, но то, как прославляют Бога мусульмане, или как прославляют Бога мы — это разные вещи. Поэтому всегда современному человеку надо понять, что нельзя смешивать две вещи. То, что Бог один и един — это да. Но то, что отсюда мы делаем вывод, что и все религии одинаковые, — это нет. Пути разные. И вот на какой путь встану я, от этого будет зависеть образ и ход моего спасения, духовного возрастания. Ну вот известен еще, да, как раз я просто вдогонку, лозунг, да, православие или смерть, который буквально несколько лет назад размышлялся, рассуждался, рассматривался как такой экстремистский лозунг. На самом деле он как раз подразумевал, что «не знаю как кому, а мне без православия смерть». То есть это вещь, которая была направлена индивидуально к тому человеку, который эту фразу произносил. То есть он при этом не обнажал клинок и не начинал шинковать всех направо и налево. — Кто не православный. — Да, кто не православный. А он говорил, что, ну, пожалуйста, выбор, конечно, безусловно, за вами. Но на мой взгляд, для меня лично, православие — истинная вера, и без православия мне смерть. А к вопросу мне вот тоже хочется так немножечко добавить. Всегда вспоминаю слова преподобного Максима Исповедника. Он говорил так, кто неправильно исповедует, тот неправильно молится. Вот. Ну, соответственно, если это перевести, перекинуть немножко на нашу прошлую передачу, если мы исповедуем Бога как такого доброго старичка, сидящего на облачках, который там кому-то бонусы сыплет сверху, кому-то, наоборот, у него все отбирает, то хочет, не хочет человек, он именно такому старичку начинает молиться, и его молитва, вот то, о чем мы как раз говорили, превращается в такую суеверную молитву. Вот. То же самое касается, вот, когда вопрос встает о различии религиозных систем. Как ни крути, приход Христа, он, ну, как-то, я не знаю, перевернул все. И с момента прихода в мир Христа очень важен вопрос. Кто же для тебя Христос? Потому что мусульмане тоже чтут Христа, они чтут Иссу, да, но для них это пророк по своему достоинству, например, ниже стоящий, чем пророк Мухаммед. То есть всего лишь человек. С точки зрения буддизма это всего лишь просветленный, да, который там учитель, который аскет, который от всего отрекся, отказался, и вот достиг невероятного просветления. И есть христианство, которое говорит, что Христос не просто человек, не просто пророк, не просто учитель, не просто наставник, а Бог, который спустился с небес. И вот здесь вот очень важно понять, так кто же Христос и какого Бога, как ты исповедуешь и как ты молишься. Ну вот мне кажется, как-то так можно на этот вопрос ответить, чтобы не переходить в слишком дальнее, да, такое вот... Да, ну а на вопрос вот девушки, быть ли, зачем мне быть христианкой? Это вопрос незрелый и вопрос от непонимания, потому что принудить быть христианином невозможно. Это должна быть твоя личная встреча с Христом, с Богом, и твоя личная любовь и вера к Нему. Если этой любви и встречи не случилось пока, вот, то, возможно, она случится в будущем, и тогда уже перед тобой этот вопрос станет более острый, более правильно. Вот, мне кажется... Мне еще кажется, знаете, что сквозит в этом вопросе определенное может быть только комплексов, может, каких-то. То есть вот когда человек, например, боится жить собственным умом, боится принимать сам решение. И вот он, скажем, хочет, ищет какие-то ответы на свои вопросы, а ему говорят, там, добрые, там, верующие люди, тебе надо быть христианкой, тебе надо идти в храм. А человек до конца этого не понимает, зачем мне надо именно... И те люди, которые советуют, они тоже, скорее всего, не понимают до конца. Да. То есть это вот желание помочь человеку, но нет, своего осознания нет, а зачем мне это? И в этом плане мне очень нравится, если не ошибаюсь, это был Арсений Великий, подвижник, который спрашивал себя каждый день, Арсений, зачем ты вышел? Вот каждому христианину полезно этот вопрос себе задавать, хотя бы иногда. А зачем? А что, для чего мне это? Вот я хожу в храм, молюсь, причащаюсь, прикладываюсь к иконам, к святыням. А зачем я это делаю? Потому что зачастую мы сами забываем, к кому мы пришли и для чего. И отсюда рождаются такие советы, что тебе нужно причаститься, тебе нужно пойти в храм. И в свете языческого восприятия мира человек может и это все воспринять, и очень много я встречал людей разочарованных, которые говорили, я пришел, причастился, но мне не помогло. Вот отношение к причастию, как к магическому акту, который изменит в одночасье твою жизнь все, и ты станешь счастливым, или пройдут болезни. Вот, а христианство нам говорит о том, что в Новом Завете мы читаем такие слова, что я стою и стучу у дверей. То есть Бог-то он рядом. А вот как с ним встретиться, нужно его искать, нужно ему молиться, нужно его звать. И когда эта встреча произойдет, уже не будет вопросов, а зачем мне это? Как любовь вот. И девушка может спросить, а зачем мне выходить замуж вот за Николая Сергеевича, к примеру, такого-то. Ну, если ты с ним не знакома, может быть, и не стоит за него замуж выходить. Но если ты полюбил этого человека и хочешь быть с ним рядом, то ты уже не будешь спрашивать, а зачем мне выходить за него замуж. Так же случается и с верующим человеком, когда он повстречает Христа, когда он... А эта встреча может произойти в том числе, когда читаешь Новый Завет, Евангелие. Эта встреча может произойти, когда ты молишься Богу, и говоришь, Господи, ну, помоги мне, открой меня, открой себя для меня. Я хочу тебя познать, я хочу тебя ощутить, увидеть, полюбить. И когда эта встреча происходит, когда человек сам открывает свое сердце, для него много... Уже будут другие вопросы, а как лучше узнать его? Потому что многие идеи христианства, они нигде не встречаются в других мировых религиях. Вот удивительная песня Бориса Гребенщикова. Очень мне нравится. «День радости». В конце там такие слова. Это же, Господи, зрячему видно. А для нас повтори. Бог есть свет. Вот. И... Или, допустим, Христос говорит... Песня эта заканчивается, на самом деле, не этими словами, а заканчивается... Так начнем все с радости. Да? Да. У меня другая версия, по-моему. Вот. И самое интересное, что это песня о конце света. Это вот к вопросу о том, как вообще христианин... Ну, Гребенщиков спорно, он себя так четко и не называет. Я слышал в интервью, он сказал, что он христианин православный. Ну, хотя... А в другом интервью он говорит обратное другое, что вообще он, в принципе... Ну, сейчас не о Гребенщикове, не о его религиозных пристрастиях, а вообще, в принципе, вот если касается этой песни, то это очень светлое восприятие конца света. Сейчас вот читаю одну книгу, неважно, там, главного редактора журнала «Альфа и Омега». Она просто вспоминает, как однажды она свою крестницу привела в храм, и та нашла... Крестница, по-моему, уже была достаточно взрослой. Вот. Она нашла брошюрку, книгу об Антихристе, там, какие-то приметы того, что в мир пришел Антихрист. И она убрала эту книжку, говорит, не читай про Антихриста, читай про Христа. Это очень правильная позиция, подход. Конец света, которого все боятся в связи с этими иноненами и уэками, да, то есть универсальными электронными картами и прочим, прочим, прочим. Это все свидетельствует о не совсем правильной ориентации христианина в мире, да. То есть он почему-то в Антихриста поверил больше, чем в Христа, в то, что его продадут и предадут помимо воли Христа, помимо воли Божией. Больше, чем в то, что Господь любит, оберегает, хранит. И больше, чем во фразу апостола Павла, что если с нами Бог, то кто может быть против нас, ну и так далее. Очень хорошая цитата, очень хорошая приведенная песня. А вот Виктория Балановская из Самары вдогонку, кстати, вот к этим двум вопросам спрашивает. Ну, тот же самый вопрос, какая разница, какой религии принадлежать, это концовка этого вопроса. А звучит первая часть вопроса так. Мораль и вера, синонимы, базовые правила, не уби, не укради и так далее, объединяют все религии. Так какая разница, какой религии принадлежать? Ну, мне кажется, мы уже ответили на этот вопрос, отец Николай, потому что суть-то не в том, чтобы даже какой-то закон исполнять, вот, как-то по закону какому-то же. А суть в любви. Суть в любви, да, и суть в православии, да, то есть в правомыслии. То есть как славить-то Бога правильно. Вот, причем здесь очень важно понять, что словословие, да, прославление Бога, оно не в каких-то, наверное, словесных формулировках выражается, сколько вот именно как раз в богоугодной, в благочестивой жизни и в правильном мироощущении, мироотношении, то есть... Какое место мне Бог отводит в этом мире? Вот православие или правомыслие, это все ортодоксия, греческое слово. И получается, что мы человек, вы уже озвучили эту мысль, что человек, который не мыслит Бога право, не может к нему приблизиться. Он пребывает в каком-то состоянии самообмана. И, допустим, на исповеди очень часто сталкиваешься с видением Бога как неумолимого судьи, который только и ждет, чтобы наказать тебя за какое-то прегрешение. Люди так очень многие воспринимают. И в свете этого не могут принять Бога как любовь. И тоже какие-то, получается, молитвенные правила и другие вещи исполняют из страха. Вот очень хорошо, что вы повели разговор о молитве, потому что есть у нас здесь вопрос, в том числе касающийся молитвы. «Я заметил, что молитва становится для меня формальным вычитыванием. Мне тяжело молиться, я себя понуждаю. По несколько раз возвращаюсь к моменту, где ум рассеялся. Нужно ли вообще этим заниматься? Угодна ли такая молитва Богу? А самое главное, как вернуть себе именно теплоту сердца в молитве? Можно ли, стоит ли, когда так помолился, подступать к чаше с причастием? С любовью о Господе Дионисии Богодушко Самару? На несколько вопросов, я думаю, надо разбить. Очень длинный вопрос. И это вопрос уже у церковленного человека, который занимается душой, занимается молитвой. Если на части разбить, то станет понятней вопрос. А нужно ли мне молиться? Часто люди воспринимают молитву как... Мне захотелось, я помолился. У меня душевный позыв был сходить в храм, я сходил. А святые отцы сравнивают душу с огородом, который надо выпалывать, который надо поливать, окучивать. Ну, то есть молитва — это труд. Да. И я всегда своим прихожанам говорю, если бы мы с вами работали на огороде, когда душа позовет, то, скорее всего, остались бы голодные. Потому что особо никого туда не позовет душа в жару, там выпалываются эти грядки, сорняки. Да. А с душой почему-то мы вот относим это на то. И так бывает, что человек и 10 лет проходит, и его особо не зовет. И это очень гибельное состояние. В смысле, какое гибельное состояние? Ну, не трудиться. Не трудиться. Над душой, над молитвой. И вопрос, нужно ли мне этим заниматься, он стоит, потому что человек не понимает, а он ищет легкой молитвы. Он ищет вот того начального состояния, как говорят святые отцы, начальный залог благодати, который дается человеку на пути спасения, когда человеку все дается легко, и он может по пять акафистов каждый день читать, и ему это несложно, он ощущает теплоту в сердце. А потом это отнимается потихоньку, и человек ощущает это как кризис, как богооставленность. И встает вопрос, вот нужно ли трудиться над молитвой. Я думаю, что ответ не может быть однозначным. Во-первых, если человек осознает свой вопрос, он как бы сам ужаснется. А что я вообще спрашиваю, нужно ли молиться или нет? А с другой стороны, в жизни того же митрополита Антония Суржского был момент, когда духовный отец сказал, не молись. Даже там, по-моему, не так, а у него у самого не получалась молитва. То есть он говорит, вот не хотелось, прям продирался, понуждал себя, ум рассеялся, и вот ему духовный отец сказал, не молись. И он не смог без молитвы. Он осознал вот что. А, я думаю, вы про другой случай расскажете. Он рассказывал про то, как... Тогда я начал проводить просто такую терапию. Он ложился вечером в постель и произносил только одну фразу. Господи, молитвами тех, кто меня любит, помилуй меня. И перед глазами ставил тех людей, которые его действительно любят. Сначала там отец, мать, какие-то родственники, родные, близкие, духовный отец, и так далее, и так далее, и так далее. И говорит, я... Так я молился, ну, около там трех-четырех месяцев. Вот так заканчивал свой день. Пока в конечном итоге не дошел до того, что поставил перед своими глазами Богородицу, своего святого, то есть молитвами тех, кто меня любит, Господи помилуй, а потом самого Бога. И вот в этот момент как-то вот этот Гордий Фузел, да, взял и развязался. И вот полились слезы, и возникло желание встать, и после этого вот уже он молитву не оставлял. То есть действительно, мне кажется, полезно себя регулярно напоминать о том, что христианин, он воин. Он должен воевать за свое право быть христианином, за свое право обращаться к Богу в прямой молитве. Да, но тут еще и право быть слабым. Если я не могу молиться, если у меня вот не получается. Вот ситуация, когда я признаюсь Богу, что я слаб. Вот часто мне кажется, христианину это мешает молиться. Неспособность? Не желание быть слабым. Желание быть сильным, воином Христовым. Как же так вот? Понуждаю себя на молитву. А должно же быть по-другому, должна же быть теплота, а ее нет. И когда я смиряюсь с этим, когда я признаю, что я проиграл, как говорит апостол Павел, когда я немощен, я силен. Тогда сила Христова помогает. И вторая часть вопроса, можно ли с такой молитвой приступать к чаше? Опять мы возвращаемся к теме того, а достойный ли я причащения? И тогда причастие не достоин никто в этом мире. И сильная у тебя молитва, ощущаешь типа, или она немощная, или ты приходится по несколько раз повторять, когда ум отвлекается от молитвы. В любом состоянии мы недостойны чаши, и только лишь по благодати, по любви Бога к нам мы приступаем. Конечно, даже не то, что можно, а нужно. Если ты ощущаешь, что ты слаб, значит, ты должен прийти к тому, кто силен, прийти ко Христу и причаститься, приобщиться Ему. Вообще вопрос причастия, он перешел в такую вот плоскость практическую. Что нужно сделать, чтобы причаститься? В первую очередь нужно быть христианином. Это единственное и достаточное условие для того, чтобы причаститься, я считаю. Если ты крещённый православный христианин, то это твоя прямая обязанность и долг причащаться Христу. Потому что грехами мы все обложены, и это такая дурная, возможно, неизбежность этого мира, нашего состояния подшёл. Но как раз соединение со Христом и выход из этого состояния. Пусть небольшая вспышка в какой-то момент, но нашей сопричастности Богу, нашего взлёта какого-то преображения, пусть минутного, пусть секундного, но попытка вырваться за грани этого бытия, за грани падшести природы. И вопрос, а можно ли, нужно, христианина и необходима? А вот... Мне ещё, знаете, как кажется, мне ещё, я вот люблю, уже и в передаче в нашей неоднократно об этом говорил, мне кажется, вообще для христианина не должно звучать слово «должен», «нужно», ну, потому что это есть какое-то стороннее внешнее понуждение. Да, причём это как бы даже не твоё личное понуждение, ты кому-то что-то должен. Вот христианин ничего никому не должен. Равно как, в общем-то, если мы коснёмся, в принципе, всех отношений человеческих, там, скажем, должен ли муж любить свою жену? Да ничего не должен. Или жена любит своего мужа. Или жена любит своего мужа. Ничего никто никому не должен. И важно заменить... Вот слово «должен» важно заменить на слово «важно». То есть она любит его только потому, что ей важно. Она ему готовит, например, обед, стирает носки. Да, не потому, что она должна фактом своего замужнего положения, да, а ей важно. Ей важно явить свою её любовь. Вот это вот очень такой, мне кажется, принципиальный момент. И здесь то же самое. Приходя к причастию, ты себе задай вопрос, важно это тебе или нет? Потому что очень часто те люди, которым говорят, что ты должен причаститься, для них это глубоко не важно. Они идут туда... Или так же с молитвой. Ты должен прочитать. Три канона, последованные к святому причащению. Но ты должен... Опять к этому вопросу. Часто молитва не получается у человека, потому что он её воспринимает в свете должен, потому что Бог от него её ожидает. Требует. Требует. Он сидит на облаке где-то и ждёт. Но когда ты уже начнёшь вычитывать кофеизм положенный сегодня? И человек делает это не с мыслью о том, что я что-то Богу говорю, а о том, что я читаю что-то, что нужно прочитать. Положенные молитвы. И поэтому тоже... А это рождает неправильное понимание Бога опять. Что Богу важно, чтобы ты прочитал столько-то страниц текста. Поэтому даже практика возвращать свой ум на то место, откуда ты отвлёкся, она правильная, если... Ты понимаешь, для чего ты этого делаешь. Поэтому тот же митрополит Антоний советует ограничить. Вот если у тебя 15 минут помолиться, да, пусть ты одну молитву прочитаешь, возвращая свой ум на то место, от которого отвлёкся. Но это будет полноценно. А не так, что ты возвращаешься каждый раз и это занимает несколько часов. Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Дорогие телезрители, мы продолжим в следующей нашей передаче отвечать на ваши вопросы. Напомню, что ваши вопросы вы можете оставлять в группе, в социальной сети ВКонтакте, в группе «Храма святых жен Мироносец». Там обсуждение так и называется, просто о вере. Или прислать их по электронной почте. На сегодня мы с вами прощаемся. До свидания, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин